как мы и обещали в нашей студии сегодня тик-ток блогер участник бип-хаус даулет абдула доброе утро доброе утро даулет я как думают тиктокерам не трудно вставать утром рано или сложновато я бы не сказал мы очень рано встаем остальных не ручаюсь но мы рано встаем работы много то есть вашем а кстати вашем бип-хаусе вас получается какой-то такой звонок 6 часов 2 джи как в армии да и все стали ну типа такого у вас такой строгий распорядок дня не у нас в девять утра проходит брифы а ну вот есть списание свое да у нас 8 утра подъем в 9 брифы расписываем план работы на сегодняшний день в целом графики и какие у нас задачи а вы со вчерашнего дня не расписывать и вот как бы накануне вот завтра будем делать только то 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 да как примерно расписываем и вдруг за там за ночь у кого-то а на какие-то изменения дошу дополнили бы идеи да обычно ночью творческий вот у тебя получается 1 8 миллиона подписчиков да трудно ли бы собрать такой такой контент большой и вообще и что самое сложное было аудитории такой на самом деле да было сложно и об самое сложное было поймать так скажем одну волну между зрителем и тобой чтобы они тебя понимали и ты их понимал что они хотят вот это находится волну тогда очень легче уловил из какого 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 количества ты почувству что поймал волну и они пошли прибавляться 200 тысяч на нас высоты сели это с какого года 2020 вот я Я заметила, что многие тиктокеры взлетели просто вверх после карантина, во время карантина. Я до карантина снимал, но не так активно, как сейчас. Я на карантине тоже активно начал снимать, потому что получается скучновато. Ну да, дома сидишь, не делать нечего. Слушай, ну вот тиктокеру очень нельзя такой вопрос задавать, но все-таки, да, у вас же все-таки тикток хаос. Как относишься к Reels, который сейчас в Инстаграме активно? Нормально, но я никогда не пробовал там снимать. Мы обычно перезаливаем просто с тиктока, и в принципе Reels такое любит. Ага, а Reels любит такое? Я думала, Инстаграм банит все, что где-то с тиктоком. А вы, главное, уберите вот этот тикток название. И будет Reels. Я вам говорю, все тиктокеры так делают, и просто у них миллионы просмотров. Там же и в Инстаграм. И это будет Reels, да? Да. Это будет, ну в принципе, там ничем, ничем, только вот это, да, форматом для тикток. Так, 1,8 миллиона. Сколько вообще там ребят у вас в глибхаусе живет? Сейчас пятеро. Двое из них уже ушли, да, вот которые у нас были в гостях? А, это вот Мер Маид, который... И ее парень. Как, White Note? White Note. А, это, кстати, ее парень. White Note, White Note, да. Вы следите за нами? Сейчас я зайду. Да, я помню же. Ну, вы кому-то поболтать, я зайду вот в бибхаус. Скажи, пожалуйста, а вот бибхаус, вот как получилось, что ты пришел в бибхаус? Вот как? Ты начал как одиночка, как одинокий волк, такой тиктокер, да? Потом вдруг тебя пригласили в бибхаус, да, получается? Ну, почти так было, я просто жил в Тимиртау. Так. И приехал в Ломату. Я там был замечательный город. Да, да. Кстати, в бибхаусе жили еще кто-то с Тимиртау, да, был? Или я ошибаюсь? Скорганды. Скорганды, Скорганды. Диас. Скорганды, поднячка, да. Да, я вот приехал с маленького города Тимиртау и познакомился с Таиром, стакантой. Он как основатель, можно сказать, он всех собрал. Вот я с ним познакомился, вместе, еще ребята были некоторыми, вот вместе начали продумывать, что, как будем делать, как назовем. Ну, в целом, план работы над хаусом, так как мы хотели быть первыми, в Казахстане никого не было, и хотели попробовать, каково это. Ну, вот ты пришел, ты закончил школу, приехал сюда, или как, получается? Я сейчас в универе учусь. А? В универе учусь. Ты учишься в универе? Да. На кого именно? На электрика, на инженера, так сказать. Инженера, конечно, инженера, да. Это вот здесь в Алмате сейчас учишься? Нет, у себя в городе, в Тимиртау, пока дистанционно. Ну, то есть у тебя сколько осталось времени до получения диплома уже? Так, полтора года. У тебя в своей профессии приобретенный инженер, или ты будешь заниматься тиктоками дальше? Нет, я, наверное, на второе образование буду учиться. А какое? А какое, Инна? Думаю, на режиссуру пойти. О, вот так вот. Ну, у тебя такой опыт маленький есть, когда ты собираешь, монтируешь маленькие тиктоки, да? Ну, как маленькие. Нет, в смысле, это все, но маленькие тиктоки, и потом маленькие тиктоки. Да ты запарил, это вообще не маленький опыт, ты что это, огромная работа, вообще не понимаешь? Нет, 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 подожди, если ты снимаешь художественный фильм, который идет два часа или полтора часа, да? Ты монтируешь огромный материал, полтора часа идешь, там, знаешь, сколько у тебя? А тут они каждый монтируют. Я понимаю, но он же снимает отдельный, отдельный тикток снимает, отдельный, совершенно другая тема. Я про это говорю. Собирая тема. Я согласен. Она немножко не понимает, наверное, я здесь. Тут и там везде свои сложности. А мы с ней постоянно так вот. Да, именно на тему тиктока либо инстаграма. А вот я сейчас, кстати, зашла на страничку, сейчас нашим телезрителям тоже покажем страничку Бип Хаус. Давай. Вот хочу показать тебе, во-первых, формат рилса. Вот он вот так вот выглядит, видишь? Я смотрел. А, да, ты все знаешь? Я смотрел вчера, я смотрел. Ой, все, ладно. А, рилса, чего произошло? От того, что рельсы, правильно? Рельсы. А. Рельсы. А, кстати, вот они. Можно? Я сейчас загуглю уже. Ладно, вот видео с тобой посмотрим. Рилс почему надевает? Потому что рельсы в такие прямые, в ветеркальный формат. Звук хайда вообще? Я включаю звук. Интересно. Вот, вы об этом не знали, а я об этом знаю. Реально не знаю. Так, еще раз, еще раз. Так. Все. Вы чем, гляделки играли? Типа как Анджелина Джоли, вот эти вот, да? Типа такого, да. Просто мы играем в разные игры, сейчас пробуем. Ага. Сливки чуть-чуть убрали, потом разбавили. Ага. Да-да-да-да, да-да-да. Долифон, там уже. В смысле, нужно, чтобы кто-то моргнул, да? Да. И тот проиграл. Ну, Рахат нечестно играет, он дует глаза. Он дует. Так ты тоже решил? Тем же самым. Побед. Да. Вот этот вот мальчик, кстати, слева, он похож на мужа у Ксупаевой, Карины. На Армана? Да, очень сильно. Ну, хотя бы в этот профиль. Прям очень сильно похож. Кем-то, да, есть такое. Я не знаю, кто очень муж. Коса, вот конкретно ты снимаешь в день? В день, наверное, роликов 20-25. Ого, это очень много. Ну, к себе, на Хаус, еще там у нас второй аккаунт есть и какие-то еще маленькие проекты, которые мы ведем. И монтаж на тебе, да? Раньше был на мне, но сейчас монтажом в основном занимается Диас Текстерич, который, а сейчас я просто контролирую процесс, он смонтировал, кто залил, кто не залил. Просто контролирую в основном процесс. А тебе сколько лет? 20. А у родителей нет вопросов к тебе? У родителей есть, ну, были, точнее. Были вопросы? Да, типа, вначале были такие вопросы, типа, что, блогер, тиктокер. Ну, они в целом не знали до Хауса, что я вообще занимаюсь. Тиктокер, ну да, они же не подписаны были на тебя. И когда они поняли масштабы вообще? Когда они поняли масштабы, что ты, оказывается, этим и зарабатываешь, что в этом, возможно, есть и будущее? Наверное, вот полтора года назад, полгода назад примерно, плюс-минус, когда я начал деньги скидывать, типа, вот, они такие, вау. Типа, ты, наверное, такой жест такой, когда я стал деньги скидывать, так каждый день по столбаку. Да, когда, типа, себя попрекают, упрекают, типа, ты что делаешь, зачем, иди работай, и когда эффект такой даешь. Особенно, когда универ дистанционно, да, становится, уезжаешь в другой город, и типа. Так легче, да. Ну, тем более, если нужно платить же за универ, правильно? Правильно. Вдруг ты сам оплачиваешь учебу? Ну, это замечательно. А вот об этом мы узнаем чуть позже, после рекламы на канале Алматы. Ну что, дорогие друзья, мы напоминаем, что у нас сегодня у гостяк тиктокер, знаменитый диктор из Бибхауса, Даулет Абдулов. Даулет, мы продолжаем с тобой беседу еще раз. Вот вопрос такой у меня возник. А вот смотри, вот в КВН, у КВНчиков, да, есть штатный сценарист, который пишет сценарий для того или нового там, в смысле, номера КВН. А вот у тиктокеров у вас в Бибхаусе есть какой-нибудь сценарист, который придумывает именно вот эти вот ваши тиктоки, или вы вместе все придумаете, и как это все рождается у вас? У нас нет сценариста, в основном, ну, не в основном, мы всегда сами придумываем. У нас почти такой же круглый стул, ой, стол. И мы с ребятами сидим, кидаем идеи, поддерживаем, думаем, если не нравится, говорим нет, сразу. Если прям вообще ничего не прет, то мы вот так садимся, ставим таймер, минуту молчания, и вот так все лежат, думают, и вдруг у кого-то идея появится, все молчат, пока минута не закончится, и потом все по очереди говорят. А если минута закончилась, и никого ничего не родилось? Думаем дальше. Ну, и потом, если прям вообще ничего, то мы передышку какую-то час-два делаем, чтобы все мыслями собрали, посмотрели тиктоки, анализировали. А может, какую-то мотивацию внеси вот в этот ваш час, в минуту придумки, вот это, скажем так, кто придумает первое, тот получит, например, 100 баксов. А эти же кто-то 100 баксов должен класть, да? Это будет хорошая такая мотивация. Ну, или 100 тенге. Ну, не знаю, мы, к счастью, я скажу так, к счастью, что у нас такой ситуации не было, что не было таких идей, и надеюсь, мы там не окажемся. Но пока вот так. Я еще знаю, что вы снимаете TikTok News, как раз-таки для нашего телеканала. Да. А откуда вы собираете вот эти вот все новости, идейки? С TikTok тоже. Все берем с TikTok. Так как это TikTok News, рассказываем про сам TikTok, какие новости, какие тренды. А вот у родителей не было такого, что вот, а, на телевизоре уже, во-во-во, классно, вот, и сразу родственникам рассказывать, а вот мой на телевизоре, на телевизоре уже, на телевизоре канал Алматы. Я вот не знаю, но у меня мама просто, мне кажется, не так, ну, я, может, не знаю, может, мама говорит даже. Ага, ну, потому что вот я знаю, у старшего поколения к телевизору, типа, если вот TikTok миллион 800, сколько, 12 миллионов подписчиков, да? А вот если ты на телевизоре, то все, вот это серьезно, вот это я понимаю. Ну, 16 миллионов подписчиков. Ну, в нашем Казахстане 17 миллионов. У тебя же 17 миллионов подписчиков. Да, у меня 17 миллионов подписчиков, да. Нет, почему, у меня еще и Россия, и в Конституции, в Накарине, я знаю, не то, что я... А там, считай, там 150 миллионов, еще там, в Украине там тоже где-то 50-чем-то. Так что это, конечно, нормально. Нет, просто, ребята, я просто, смотри, помнишь, когда приходили ребята, White Note, да, приходил сюда, он тоже говорит нам... Ты запомнил? Да. Они, когда сюда пришли, тебе что, дай-то, говорил наш астролог, что у меня очень хорошая память, я очень хорошо реагирую. Ну, да. И помнишь, это как же, и он говорит, помнишь, мы когда, как у тебя отношение к телевидению, все-таки тиктокер такой, это популярно, он говорит, для нас вот это так новое, для нас все это интересно, вот это телевидение. То есть, многие тиктокеры хотят попасть в телевизор. А вопрос, а почему вот ребята уходят, не конкретно кто-то, а почему уходят? Вот их время заканчивается или они сами уходят из тикток-хауса? Мы там никого насильно не держим. Уходят ребята, потому что хотят продолжить сольную жизнь. Ну, типа, сольно уже двигаться, как-то, может, они себя уже построили как личность и хотят двигаться дальше. А вот интересно, у меня возник вопрос, а вот когда вы приходите в веб-хаус, вы заключаете какой-то договор, что вот по поводу кто-то ушел? Ну да, раскрутились там вместе. На год, например, на год заключается контракт? Да, у нас, конечно же, есть контракт, чтобы там, так как участников не подставить, потому что у нас есть планы какие-то, и вот, например, мой друг ушел, но и этот проект у нас провалился. Да, да, да. Это тоже так нельзя, и мы просто, у нас есть между собой договор такой некий. А, такого нет на бумажке? Между собой и между продюсерами тоже. Нет, ну должен быть договор, что ты какой-то, там, до 20-го года, там, до 25-го, есть такое. А если хочешь выйти из-под контракта? Плати штраф. Я не могу это говорить. Ну, все, хорошо, ладно, да, действительно, но не все вопросы. Ну, скорее всего, так, ладно, мы будем, да, додумывать. Ясно. А может быть, с тобой поиграем? Можно уже же, да? Не знаю, а что нас скажут наши редакторы? У нас есть время, да, можем? Мы тут ждали разрешения от редактора. Короче, есть классные вопросы, они такие, в целом, может быть, даже и на логику, а в целом, очень даже и нелепые, ответы нелепые конкретно. Вот, ну, это, знаешь, так просто. То есть, в целом, может быть, на логику, то есть, тиктокер не подходит? А только я хотела опустить, да? Вот, видишь, вот он такой, он даже не шутит. Вот, ладно, итак, куда? Начну, вот, какую кличку запрещено давать свинье во Франции? Это реально существующие законы, да, начнем с того, что это законы. Но они немножко нелепые. Франция, вспомним войну, да, и вспомним, кого вот они боготворят. Итак, теперь, какую кличку запрещено давать свинье во Франции? Вот этот вот маленький, который. Да, да, да. Ну, сейчас обычно о нем шутят, что маленький, закомплексованный и так далее. Запрещено давать кличку к тикток. Нет, это свинье именно. А я не знаю. Наполеон. Наполеон? Да. Наполеон. Вот, то есть, хоть как называйте свинью, но только не Наполеон. А, ну, то есть, все-таки Наполеон, это все-таки герой Франции, в любом случае, правильно, император Наполеон. Поэтому, естественно, это сходительно для этого. Далее, еще более нелепый, еще, ну, на самом деле, слишком простой ответ. Что строжайше запрещено в Арканзасе? Я не знаю. Неправильно произносить слово Арканзас. Это прямо на законодательном уровне. Логично, логично. Вот так вот. Ну, это и встречается. Что, о, о, вот это вообще обожаю. При помощи чего в Индии они противозаконно вскрывать консервные банки? При помощи зубов. Ножиком. Ножиком. Почти. А что, ножницами? При помощи огнестрельного оружия. А, ну, понятно. Ну, это индиана, знаете, всякое бывает. Я думаю, что зубов, зубов. Да. Ну, хотя бутылки открывали зубов, зубами, но консервные банки не открывал. Так, что запрещено в штате Нью-Джерси, это штаты США, делать по воскресеньям? Работать. Да, прикольно, но другой ответ. Еще более нелепый. Отдыхать? Читать книги? Прям запрещено. Вот теперь внимание, да, вот совсем неожиданно. В штате Нью-Джерси по воскресеньям абсолютно на законодательном уровне запрещено есть маринованные огурцы. Я не знаю, видимо, что-то по традиции, что-то произошло в воскресенье у них, да, кто-то ел маринованные огурцы. И отродился, наверное, да? Отродился к варианту, да? Ну, наверное, да. Либо заедал водочку, да, например. И типа все из-за маринованных огурцов произошло. Ой, спасибо тебе большое, что пришел, Даули, очень рады были с тобой пообщаться. Мне всегда интересно с тиктокерами видеться. Я никак не могу зайти в тикток, не в плане зарегистрироваться. Я не понимаю еще до конца тикток, но инстаграм это мой. Поэтому очень классно, когда приходят, делятся опытом и рассказывают, что в целом это все легко. Но я так поняла, что еще нужно зацепить человека имиджем и стилем, да, вот в твоем случае? Да, есть такое, как-то запомниться зрителям. Ну, конечно, наверное, да. Ну, в общем, каждый сейчас, наверное, подчеркнул, да, вот до улета, что хотел. Ждем тебя. Кстати, вот цвет хвостика, цвет прям твоей блузки. Да, да, жакет твоего? Да, вот. Прям точно. Полынь цвет, полынь. Полынь, полынь. С чего-то нужно начинать. Даули, спасибо большое. Приходи еще к нам, делись новостями больших успехов и творческих, и в финансовом плане, в том числе, да, не все же просто так делается ради творчества. В общем, даули, пока-пока. И зови своих ребят тоже к нам в гости. Хорошо. Спасибо большое. Ну, а нашим зрителям мы говорим до свидания, до завтрашнего дня. Завтра будет четверг. Да, и завтра будет еще интереснее. И через пару дней уже, потом будет выходной. А потом понедельник. Но об этом попозже. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok